Субтитры делал DimaTorzok 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 Да и хер с ней! Украина это что? Украина это гнойная отрыжка коммунистического режима Субтитры делал DimaTorzok 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 Если Харьков освободится от Украины, это будет нормально Видишь, как это зелье подонок Он приехал в Харьков и показал дулю восстановление, если ты следил Он выделил каким-то Ебиняму, Ирпенюи и Бучи 650 миллионов В Черниговской области 350 миллионов В Сумской – 250 А Харькову показал дулю Что он Терехову сказал? Изыскайте средства, а я буду гарантом такой же него гарантом в долгах как в шелках да я тебя патроли я тебя патроли на знание валуйки это белгородской области вообще из торонта слышал молодец да я в харькове бываешь что-то там найдешь что-то дальше что-то дальше сделаешь на не туда опиши ситуацию можешь не успеешь может я раньше пристали как вот так вот у тебя лох дружок заткни его рот а то у меня это придется вырезать из ролика ты вроде нормально от это почему за украину топишь ну допустим на украина ты это от этого не остается быть негативом потому что украина украина и до зеленского паразитирована харьковска научно природному и индустриальном потенциале если ты не хочешь ты молодой просто не знаешь децентрализация немножко сгладила это потому что украина десятилетиями паразитирует на харькове если ты не знаешь россия тоже кое-где паразитирует а все от россии я же не вышел в россию нужно своими за нужно стремиться отделиться от украины вот чему нужно стремиться извинение не зарезали за 3 следы и при и прикоммунистах тоже киев грабил харьков вошел от тебя нравится что-то грабит да ты же харьковчанин или кто или ты или это или это украинец больше ну вот так вот нужно избавляться от таких негативных от таких негативных геополитических вещей как украины ты не хочешь чтоб харьков имел своя свою державу слобожанщина да это ты ебанутый почему харьков не может иметь если бракислава или любляна которые в 24 раза меньше харькова имеют свои державы словения словакия а слобожанщина не может как ты думаешь ну зачем словения словакия получили независимость этой гославии стали отдельно держа да тебе раньше не не делать в неприятное будет иметь свою державу вот живя в ходе какая-то надеюсь своя она издевается над харьков но будет но возможно и поменьше все как все коррупционеры большинство коррупционеров днепре если ты в курсе как в украине с коррупцией вся коррупция в днепре если харьков отделится то коррупции будет меньше у нас только ярославский коррупционеры все знаю приезжаю и знаю настроение таких как ты но сейчас где-то 28 процентов кто-то россию хочет кто-то в россию не хочет но хочет слобожанщин кто как хорошо ты общаешься все они тащатся от украины стали чем она привлекать и чем она привлекательна для тебя украина ты шумову любишь или что и что ты оттуда до тесты младше 91 года стали рождение ну да она младше да ну хорошо твоя родина и что многие при совке родились а этот совок не любили ссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссс Почему по умолчанию нужно любить страну рождения? Слушай, страна рождения, человек, который родился в Советском Союзе, мне кажется, если ты родился в Украине, ты родился в Советском Союзе в Украине, правильно? Ну, можно сказать так, а можно сказать в Слобожанщине, можно сказать в Сибири родился. Не обязательно говорить, ты родился в СССР, в Росфсср. Можно сказать, я родился в Сибири, в СССР в Сибири. Регион указать можно по-разному. А к чему ты сейчас... А к чему ты... Видно, у тебя в мозге еще не совсем затуманена укропропаганда. Вот думай над моими словами. Что тебе хорошего принесло? Просто ты друг друга и других не видел. В цивилизованные страны съезде пока без виз есть. Ты еще не видел, как живут цивилизованные страны. А Украина это Северная Корея. Только с небольшими островами демократии. У вас есть какие-то... Северная Корея это Россия как раз таки, а не Украина. В России как раз больше немножко. Кое в чем меньше, кое в чем больше. А ты про российские ватники, короче, на какую ты Украину приезжаешь? Пиздишь. Ну встречай в Гоптовке. Сейчас из-за войны Гоптовки может уже не будет, но раньше я через Гоптовку ездил. Нехотеевка-Гоптовка. Слышал такой переход? Ты мне говоришь, за какой-то безвиз, на какой нахуй безвиз я не могу выехать со страны, потому что мне больше 18 лет. Но я понимаю, война кончится, я же не сейчас говорю. Сейчас так хер выйдешь, вон тебя заберут, убьют, убьют на фиг на той войне. А если не убьют, съездишь в Европу потом. Че ты расстраиваешься? Зачем я туда ехал? Так и будешь сидеть, любить свою Украину, которая, если что, как гнойная отрыжка коммунистического режима. А ты говоришь, ватник, это ты ватник, а? А Россия не гнойная отрыжка коммунистического режима? Россия не гнойная, это просто осколок коммунистического режима. А Украина гнойная отрыжка, потому что она плохо себя ведет, вову насаждает. Ты видел фотографии, что недавно Россия была в Виннице, отрыгнула? Видим? Видим. Ничего, нахуй. Я не одобряю. Я не одобряю. Мы же не о том говорим. Война, ты... А ты можешь вообще что-то говорить про Россию, ебайка, когда ты видишь такие фотографии? Да ты же говоришь про Россию, я про Россию, я тебе только отвечаю. Я говорю про Украину. Я тебе говорю, что ты говоришь, хватит. Ты хоть понимаешь, что такое ватник? Ты хоть понимаешь, что такое ватник? Слово ватник, что такое? Смотри, типа ситуация такая, типа Россия охуели от Украины, ебашь от города обстреливает мирных, ты это сам видел, ты сказал, ты ее фотографии. Ну я мне... Ты говоришь, что Украина охуё, а при этом Россия охуенно... Я не говорю, что Россия... Я не... В 21 веке надо нападать на других государствах. Я не говорю, что Россия охуенная. Мне тоже жаль, что Харьков испытывает определенный демидж инфраструктуры своей территории. А тебе жалко, что только Харьков? Да, ну мне Харьковчан жалко, конечно. Неужели я буду завидеть? А, ну, если тебе не жалко, то других тебе не жалко? Ну, других, нет, Харьковчан мне жалко эмоционально, я переживаю. А других тебе жалко, только чуть поменьше? Ну, намного поменьше, чисто гуманитарно. Вот могу выразить сочетку. Конечно, тебе ибать вышка, нахуй, иди нахуй. Ладно, обожди, обожди, не уходи. Ты мне скажешь, зашел. Я тебе более скажу того, Украина это вообще гнойная отрыжка коммунистического режима. Блядь, я объебался, сука, я объебался, солян, отец солян. Ты понял, что ты сказал? Украина гнойная отрыжка коммунистического режима. Ну, да. Вот. Отец солян, это твой... Я с тобой повод. Ну вот, видишь, наконец-то ты начал по-нормальному говорить. У тебя стрим или что? У тебя стрим или что-нибудь? Нет, нет, нет. Нет, не с Украины, я успокойся. Ты откуда? Нет, я с России занимался. С какого ты города? С Орехово-Зуево. Да, видишь, из Москвы. Знаю Орехово-Зуево. Орехово-Зуево, знаешь? Город катал ее. Знаю. 112 километров от Москвы по Нижегородскому направлению. Ну, да. Владимирский лоб будет, блядь, сейчас у меня. За Павлово... Владимирский, Централ, Ветер, Север, Верны. За Павлово-Пасадом. За Павлово-Пасадом сразу. Павлово-Пасадский район, потом Орехово-Зуевский. Ну, ну, вот тебе все, что доказательства. Вот, где... Я даже знаю, какой у вас автобус ходит в Москву. Прикинь. Какой? Давай, какой? 391... 391... Это Павлово-Пасадский. Это Павлово-Пасадский. Павлово-Пасадский 386-й. А ваш 391-й. Нет, нет. Ну, номера не не меняются, как правило. Игорь. Бляй, красавчик, блядь, вальчик. Ладно, так у тебя что, как канал твой называется? А? Как канал твой называется? Да ни в каких меня канал называют. Ну, я просто смотрю, дядь Славу, блядь, и дядь Слава поддерживал. Ну, и меня... Слава подписывает? Ну, 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 и меня... Нет, нихуя. Да хуй хуй не нету, блядь. Ну, как нету. Ну, все есть, я ж набираю, проверяю. Да я, ты это, гуляю, ну, смотри, Дэн Клуб, вот, смотри, Дэн Клуб, вот, смотри, я тебе что буду пилить, что? Ну, все там написано. Дэн Клуб. Дэн? Русский, да? Ну, вот, как написано, скопируешь так. Вторая Е буква, а не Э. Ну, вторая Е, ну... Ну, оттен Клуб, да. Ну, набирай, сразу будет. Их, в общем-то, всех и назвали русские. Потому что это глагол. Русские, это какой чей отвечает. В соседней стране, 70 миллионов. Они нас ненавидят за это, за то, что мы живем хорошо. Ненавидят. И будут ненавидеть всегда. Просто потому, что мы есть и живем хорошо. Воронеж передали. В 1922 году. В Воронежской области. А в 1922 году Ливская область где была? В Австро-Венгрии. Опа, так это не Дуна еще? Ну, еще. Уровень интеллекта у Миколы Рушницы, на самом деле это Геннадий Хазан, по-моему, или так его фамилия. Это уровень интеллекта креветки из Озовского моря. Без лишнего шума узнай, кто сейчас здесь Стримец. Зарабян. Первый секретарь Армении. Первый секретарь обкомов Камчатского, Белгородского и Волынского. Воробьев из Краснодара приедет завтра. Ага, вот с ним и Зарабянов завтра и... Совместный стрим. Это очень опасно. Хохлов и Леню пока тоже держи на прицеле. Они могут переметнуться и нас подставить. Хоркашовский групп. Мы сделали Украинский, мы угодно начнем. Не надо испытывать наше терпение. На любой выбор. У нас есть простойный ответ. Вплоть до самых крайних мер. И я хочу напомнить горячим головам по горанжевым издаметам. От Хайкова до Гиева 480 километров. А до границы с Россией 40. Давай, страна огромная. Давай на смердный бой. Нашейской силой темною, горанжевой чумой. Но ты мне улица родная. И в непогоду дорога. Субтитры создавал DimaTorzok